В Кустанайском регионе число выпускников этого года приблизилось к 4,5 тысячам. Однако не все из них подали заявки на участие в едином национальном тестировании. Около 30% решили поступать за рубеж или пойти в колледж. 10 мая в 6 часов мы закрыли базу. 3189 выпускников подали заявление на участие в едином национальном тестировании, которое будет проходить у нас в июне-юле месяце. Показатель на 2-3% больше, чем в прошлые годы, потому что у нас по области, по тем годам я скажу, это 65-67% участвуют. В этом году уже 71% участвуют на едином национальном тестировании. По правилам сдавать тестирование ребята могут на одном из трех языков, независимо от языка обучения в их школе. После анализа поданных на ЕНТ заявок стало известно, что около 1400 человек выбрали казахский, порядка 1800 – русский. А один кустанайский выпускник намерен сдать тестирование на английском языке. Это ученик третьей школы. Все эти заявления были поданы в электронном формате, впервые в истории проведения экзамена. Но оказалось, пройти эту процедуру без проблем получалось не всегда. Был случай, родитель не может, он находится в другом городе. Родитель тоже должен был зарегистрировать себя, под себя, под свой ИИН, своего ребенка и так далее. А он находится в другом городе, на вахте, и он не может сына. А сын находится здесь. То есть мы видеосопровождение делали. То есть звоним родителю, ему помогаем. После этого помогаем, звоним ребенку по видеозвонку. Помимо этого случая возникали проблемы с работой самой базы мобильных граждан и сайта для регистрации на тестирование. Из-за напуева заявок они давали сбой. Были случаи, когда у родителей оказывались просроченные удостоверения личности, а учащиеся еще не успели их получить. В режиме ЧП замена документов казалась невозможной. Данные приходилось забивать самим сотрудникам центра тестирования. Такие у нас были около 15 человек. Мы их зарегистрировали, значит, традиционным способом. И они сейчас у нас в базе. Просто сейчас, на сегодняшний день, идет проверка их данных. Значит, правильно ли выбор языка и так далее, и так далее. Над этим мы сейчас работаем. Ребят, чьи данные пришлось вносить, минуя общий порядок, в целом по региону оказалось 45. Большая часть из них – граждане других государств. К слову, для них прием заявлений еще не завершен. Выпускники с неказахстанским гражданством могут подать заявку до 15 мая. Само же тестирование пройдет, начиная с 20 июня. Но о правилах его проведения станет известно в 20-х числах этого месяца.